Добрый вечер. Заявленная тема, она, конечно, очень широкая. Я успею осветить только несколько ее аспектов. Как известно, эпоха 20-х и начала 30-х годов была совершенно беспрецедентной по энергетике художественной жизни, по взрыву творческой энергии, который трудно с чем-то сравнить, появилось множество новых эстетических концепций, которые реализовывались потом еще очень долго, и в полной мере это относится к искусству книги. Но особенно интересно, на мой взгляд, все проявилось в Нечеофармическом искусстве России и Германии, потому что именно здесь было особенно острое противостояние архаистов и новаторов, и получили самое широкое распространение авангардной концепции творчества. И в Германии, и в Советской России в самом начале десятилетия выпуск книг был связан с колоссальными сложностями, вызванными последствиями Первой мировой войны и революционных событий, как предсказывал немецкий писатель Берфорд Киллерман, частные библиотеки, книги как частная собственность стали несбыточной мечтой, и печать обнаруживают ужасающие признаки упадка, и недалек тот день, когда будут выходить только биржевой бюллетень, еще более мрачную картину предсказывал Аркадий Аверченко в известном Фернитоне. Эволюция русской книги, он говорил, что в стране победившего социализм вообще-то вымрет полностью, но, как известно, это не случилось. В обоих странах очень довольно быстро налаживалось издательское дело, но эстетические проблемы искусствования, они не всегда находились в прямой зависимости от экономических и технических возможностей полиграфии, и, наоборот, именно бедственное состояние типографии, которое сделало невозможным применение фотомеханических и цинографических способов печати, оно способствовало очень плодотворному для искусства в виде возрождения техник деревянной гравюры и литографии. И они продолжали успешно использоваться и тогда, когда отпала прагматическая необходимость у них. Вот искусство, как я играл в этот период, может быть, не самую незаметную, но исключительно важную роль, вот мне хочется привести слова Лазаря Марковича Лисицкого. Но ведь книга сейчас все, она стала в наше время тем, чем некогда был храм с его фрисками витражами, чем были дворцы и музеи, когда люди приходили смотреть и познавать. Книга стала монументом современности, но в отличие от старого монументального искусства, она сама идет на рот, а не стоит, как храм, на месте в ожидании, пока к нему придут. И вот книга ждет от современного художника, чтобы он создал из нее монумент будущего. Ну, важно отметить еще и то, что книги аккумулировались и благодаря ей сохранились искания других видов искусства, которые по разным причинам не могли быть осуществлены в какой-то другой форме. Вот, например, известная апклитография Лисицкого фигурины, изданная как раз в Берлине в 1923 году. Идея была поставить спектакль по мотивам пьесы Крученых и Хлебникова «Победа над солнцем», в котором играли бы не живые актеры, а какие-то бежущиеся механизмы, автоматы, а человек только сидел бы за пультом и управлял. Именно в силу технической сложности этого замысла его, конечно, спить не удалось, но папка литографии стала памятником этому неожиданному замыслу. Очень прочно вошла в историю искусства и сохранила эту идею. Точно так же по многочисленным книгам 20-х годов о кино мы можем судить о стилистике фильмов, многие из которых не сохранились до наших дней. Вот эта обложка работает. Валентина Ходосевича для издательства «Академия». Или, например, альбом архитектурных фантазий вот выдающегося архитектура Якова Чернихова, они дали приют книжной форме архитектурным идеям, которые, конечно, не могли быть тогда реализованы в силу своей сложности. В России самые заметные достижения искусства были связаны с графикой, а не с типографикой, с работой художников и оформителей, а не наборщиков и печатников метронпажей. Вот в рецензиях этих лет очень нередко может было стоить, например, такие высказания «бумага», «печать», «переплет» производят чарующее впечатление. Но стоит только внимательно присмотреться к нутру книги, и ужас охватывает вас. Начиная с первой и до последней полосы мы наталкиваемся на такие технические неряшливости, которые говорят, что за текстовым набором не было никакого присмотра. Печальные примеры небрежного и даже безграмотного набора, уродливые верстки, неудачные выбора гарнитуры и размеров шрифта можно было встретить даже не только в массы, в башюрух, но и в изданиях, которые давали на звание «роскошных». Конечно, постепенно прогресс в этом намечался, но он шел слишком медленно. В 1929 году в Московском доме печати состоялся диспут, который назывался «Плохо ли мы печатаем?», но название было сформулировано не точно, потому что никто из выступавших не отрицал, что печатаем очень плохо. Вот вопрос был только в том, почему и какой выход возможен из этой ситуации. Ну, таким образом, конечно, в области по графике России было трудно, когда вот с Германией, с ее богатейшими историческими традициями, розинок, книги печатные все традиционно, добротным качеством печати даже самых дешевых книг, но тем не менее повод для диалога был, потому что, во-первых, сами правила, которые следовали эти печатники-профессионалисты, они казались многим новаторным уже устаревшими, непригодными в новых условиях. Во-вторых, были области, в которых русское искусство книги опережало или шло на равных немецким, но прежде всего, конечно, это область детской книги, которая всегда вызывала восторг у немецкой публики на выставку, потому что была даже многие некоторые наши книги переиздавались, там была мода привозить из Советской России детские книги как сувениры, потому что в Германии они сдавались недобротным уровнем, но все-таки в этой улице не работало такого количества первоклассных художников, и не была арены каких-то смелых экспериментов, в основном это был удел средней руки ремесленников, которые работали в рамках югенд-стиля. Да, ну вот вторая область, это гравюры на дереве, филографическая иллюстрация, конечно, прежде всего, школы Фаворского, но и многие мастера, не принадлежавшие к ней, вот вы видите, из-за одной из классических работ, иллюстрация Алексея Ивановича Кравченко к повести Гуфмана «Повелитель Глох». Вот Абрам Маркович Эфраз говорил, что деревянная гравюра – это единственная область искусства, где мы не просто равны Западу, а законодательствуем ему. На мой взгляд, преувеличение, трудно говорить о влиянии советской гравюры на немецкую, но интерес к этой области творчества действительно был очень большой среди немецких художников и любителей книги. Да, и третья сфера – это вот авангардный подход к внешнему оформлению книги, прежде всего, к обложке, в котором были особенно плодотворные обмен между авангардистами разных стран в этой сфере. Но контакты между русскими и германскими делателями книги, если использовать это выражение Горького, были очень многочисленными и разнообразными. Важную роль сыграл здесь Лисицкий, который был командирован в Европу специально для налаживания контактов с прогрессивной интеллигенцией Запада и блестяще справился с этой задачей. Не только работал, но и подружился со многими. Эти художники были таким связующим звеном между мастерами двух стран. Кроме того, в первой половине десятилетия вот только в Берлине насчитывалось, по подсчетам некоторых сыгрателей, 50, а по подсчетам других гораздо, даже чуть ли не 200, явно завышенная цифра, русских издательств, как чисто эмигрантских, так и совместных с советскими. Они очень... Конечно, многие из них очень быстро прекратили свое существование, успев выпустить всего несколько книг. Но, тем не менее, совместными усилиями они несли ощутимые в классные искусства книги. Многие из работающих советских и русских художников, вообще печатали сильно в Германии, но, наверное, самым плодовитым художником книги русского Берлина был Василий Михайлович Масючин. Вот, живя в России, он ощущал себя человеком немецкой культуры, а перебравшись в Берлин, он заинтересовался русской классикой, сделал очень интересные иллюстрации к большому качеству произведений Пушкина, Гоголя, Толстого и ряда современных писателей. Вот, вы видите его обложку, Ремезова, кроме того, он иллюстрировал Блока и Пельника, очень плодовитый художник, он выступал и как теоретик искусства, и, в общем, успел сделать очень много. Даже не выезжая из своей страны, художник книги и полиграфисты могли познакомиться с работами зарубежных коллег на многочисленных выставках, вот эта работа Лисицкого, каталог первой русской, первой выставки русского искусства в Берлине 22-го года, была и ответная всеобщая германская выставка, которая прошла в 24-25-м году в Москве, Ленинграде и Саратове. Кроме того, были и специальные полиграфические выставки, где советские выставки очень часто получали престижные награды. Обмен информацией о поисках и достижениях области оформления книги, он осуществлялся и через профессиональную печать. Правда, в России не было такого количества специальных изданий, посвященных именно этой тематике, как Германии, но статьи на темпе печатались в журналах более общего характера, критиков полиграфических, производственных, коллекционерских. Например, в московском журнале полиграфическое производство, вот вы видите ее, обложку работы Эльбруса Бутнова. Там регулярно печатались переводы более значительных и даже дискуссионных материалов из немецкой профессиональной печати, в частности, из фрагмента исследования Энгельгарта о гармонии красок в полиграфии, и, что очень важно, главы из манифеста Яна Чихольда, новая типографика и статьи Пауля Реннера, Макой Надя, Герберта Байера и других, а исследование Пауля Реннерка и печатание как искусство, оно вышло отдельным изданием, очень широко обсуждалось в профессиональных кругах, но в свою очередь в немецком журнале Габраусграфик, прикладная графика, постоянно появлялись обзоры советских художественных выставок и новых изданий, статьи о творчестве ведущих иллюстраторов и оформителей. Вот, а в знаменитой серии книги Баухауза, выпускавшейся, были напечатаны, в эту серию входили какие-то теоретические работы наиболее значительных мастеров современного гордистского искусства, вот здесь были напечатаны книги Канджинского и Малевича, вот вы видите окошку, и вот намечались к изданию книги Родченко и Рисицкого, но вот по разным причинам этого не успели осуществить этот замысел. Художник и критик Юрос Цайтлер немецкий жаловался на явный переизбыток специалистов, теоретиков книжно-оформительского искусства, удивительно, которые, как он писал, очень похожи друг на друга, они постоянно открывают велосипеды, к месту и не к месту употребляют выражения ритмика и архитектоника, и в особенности переплет стал ареной для символических толкователей, а знатоков из третьей цветной бумаги два линии больше, чем философов Шрифта. Он уже несколько насмешливый относился к таким ученым, но тем и менее даже эти курьезные крайнести свидетельствуют о том, что в Германии была уже сложившаяся серьезная школа изучения книжно-оформительского искусства. В России пока ничего подобного не было. Он был первой попыткой подвести какую-то теоретическую базу под эту область творчества, очертить границы художественного книговедения, но эта разница по уровням осмысления не помешала оживленному и плодотворному диалогу ученых и художников двух стран. Тем более, что многие авторы невысоко оценивали уже накопленный западным книговедением опыт и считали, что изучение, как и самой скорости книги, следует начать из чистого листа. проект газетного киоска работы Герберта Байера. В 21-м году в Берлинском журнале «Русская книга» была опубликована очень любопытной статьей критикой психолога Эзикфреда и Иосифа Ашкеназия. Она называлась «Русская и немецкая книга». По мнению автора, довольно неприглядный внешний облик большинства России, но потом речь шла, в основном, о дореволюционной книге. Но, тем не менее, ее неприглядно было связано не только с каким-то техническим и материальным проблемами, а с тем, что в России почти не было спроса на красивую и качественную истинную книгу всегда. Приоритетом читателя была дешевизна, а не красота книги, а повышенное внимание некоторых издателей к внешности своих книг казалось их коллегам просто каким-то дикаденским чудачеством и неуместной роскошью. Особенно интересны такие выводы и наблюдения автора. «Русская книга отразила все наше негилистическое презрение к форме. Растрепанная, неопрятно сбрашированная, с роскошными строчками и кривыми страницами, небрежно набранная и нережливо напечатанная на грязной серой бумаге, она с головой выдавала наше неуважение к материальной культуре. Вся русская жизнь выкристаллизовалась в этом жалком недоноске – однобокая русская жизнь с ее принятыми духовными взлетами и материальной неурядицей». Но, конечно, критик не отрицал отдельных выдающихся достижений в этой области. Если русские художники и типографы постараются, они могут сделать гораздо лучше средней, французской или немецкой, но все-таки общий уровень к этой продукции приводил в уныние. Автор возлагал большие надежды на то, что и противоположность к этому в витрии на немецких ювелирных магазинах он сравнивал просто с витринами ювелиров. Хочется трогать с руками эти драгоценные вещи, вдыхать острые запахи с фраграфской краски и кожи, унести книгу с собой и долго любоваться перед тем, как приняться за чтение. А выход из этой ситуации автор видел в каком-то очень тесном сотрудничестве русских и немецких издателей и типографов. И он возлагал большие надежды на то, что именно в год разрухи полиграфического дела в России вынудившись размещать заказы за границей и сотрудничество с немецкими фирмы. Оно может изменить положение, размещая заказы в Германии, получая в большом количестве иммигрантские издания и другие формы сотрудничества. Они сдвинут положение с мертвой точки и наконец воспитают нас привычку и вкус хорошо изданной красивой книги. И некоторые другие деятели культуры тоже склонны были рассматривать Берлин как возможный центр возрождения русского книгоиздательства и связывать в Германии надежду на облагораживание советской издательской культуры. Но это бы не произошло. Очень скоро стало ясно, что это упоминание не суждено было сбыться. И проблема заключалась не только в том, что в среде 21-20-х серьезная кризис, он парализовал большинство немецких издательств, а русские издательства были вообще за кризис почти все, но и крайне осторожная и недоброжелательная позиция советской стороны. Вот она особенно проявилась в истории. Издательство Извиномия Гржебина. Вы видите, одну из книг Канашевича, изданную в Берлине. Сначала государство при поддержке Борького заключил с ним договор на издание в Германии очень большого количества учебной и детской литературы, сочинений классиков. Ну, как только издательское дело в России начало более-менее налаживаться, государство и другие организации сделали все, чтобы разорвать уже подписанный разговор, не соблюдать эти договоренности. И, кстати, даже уже отпечатанные тиражи книг, они годами пылились на откладах в запрещенный в ВОЗ в СССР. Все равно успел сделать довольно много, но план был реализован в сравнении с тем, что собирался, получается, что это очень незначительная часть была реализована. В 25-м году руководитель госиздата Иргий Айонов высказался по этому поводу вполне определенно. Только люди, не любящие литературу и книгу, до сих пор держатся за немецкий станок. За границей печатать не для кого. Тем более перед нами стоит большая задача возрождения нашей пеографической камни. Наверное, определенный оризон в этой позиции был, но все-таки обидно, что интересный шанс плотного взаимодействия с культуром был упущен. Ну, теперь мне хотелось бы говорить об обложках, потому что, наверное, именно их можно назвать самым ярким и броским, запоминающимся воплощением книжной культуры тех лет. Тем более, что в этот период расцвета художественной обложки, вот критик Яков Тугенхольд, он даже говорил, что художественная графика в настоящее время сохранилась лишь в области обложек и илюстрации детских книг. Танкома, пусть он ее не видел. По мнению некоторых критиков, отечественные оформители значительно превзошли своих западных коллег в изобретательности и широте стилитического спектра. Обложка справедливо считалась инструментом продвижения книги в массы, способом приобщения самой широкой аудитории к искусству. На страницах в периодике тех лет даже высказывались предложение установить в читальных залах библиотек витрины с обложками, которые бы сумели рассказать внимательному глазу о технических и художественных исканиях наших дней и организовывать специальные обложечные музеи. Как только не называли обложку критики из кста виду тех лет, да и сами художники, они, в частности, доставили таких эпизодов, как лицо книги, маска книги, одежда книги, вывеска книги, паспорт книги, дверь в книгу, фасад книги. Во всех этих определениях была доля истины, но все-таки ни одной из них не исчерпывала этого многообразного явления. Наверное, в конструктивистской обложке особенно в заметном взаимовлиянии и соперничество русских и немецких ангардистов. Одна из главных особенностей конструктивистской обложки – это присутствие в ней формул абстрактного геометрического искусства. На полотнах Малевича, квадраты, прямоугольники и другие геометрические фигуры, они вызывали бурю споров, негодования, непонимания, но никого не смущали на обложках книг, потому что в силу своей универсальности они считались просто как знак принадлежности к современности, к инновационному искусству и могли открывать и представлять книгу абсолютно любого содержания. Вот, например, могли быть помещены на афиши выставки Баухауза или на проспекте Футриина, на обложке книги по теории музыки, или поэмы о гражданской войне, или сборника лирических стихов, или детских стихов о физкультуре. В общем, эти символы несут популярность и универсальное содержание. И одной из заповедей новой типографики, о которой писал Ян Чихальц и многие другие теоретики, была предельная геометризация букв. Они должны были состоять из простейших составляющих, что обеспечивает понятное сходство с этими фигурами, фигурами, которые они помещались на обложке, считали, что именно такой шрифт без таких толщинок, засечек, выносных элементов. Только он соответствует духу времени, как ни один другой. Вот это, насколько я помню, работа одного из студентов Баухауза. Такая фантазия на тему геометризированного строго математически рассчитанного рисунка шрифта. Вот такой чисто беспредметный тип обложки он довольно быстро утомил и и зритель, и самих художников все-таки он выглядел, наверное, слишком аскетично. Поэтому вот рядом с геометрическими фигурами на обложках стали появляться фотографии, но это очень любопытная обложка. Родчинка для фотографии встроена в какую-то геометрическую фигуру, нацеплена на стрелку. Важно было, чтобы фотография как-то не утянула из композиции в сторону натурализма, чтобы она смотрелась как условный знак, и вот иногда давалось достигать за счет ее соседства с элементами набора, за счет построения композиции в неожиданных ракурсах. Это обложка Алексея Ганна, и обыгрывается мотив кинопленки, и трижды повторяется одно и то же изображение. Это опять обложка Родчинка, которая комбинируется позитивное и негативное фотоизображение. Если и на обложку конструктивистской книги запускался рисунок, то вот такой несколько шокирующий, сразу запоминающийся как разворот обложки Клуцеса. Можно сказать, что особое пристрастие художники этого кругу испытывали к цифрам, потому что цифра считалась чем-то русским. Техническая эстетика в категории более точная, более надежная, чем слово, поэтому если надо было как-то избрать попорядковый номер журнала, или если в названии книги подалось числительное, то внимание всегда концентрировалось именно на нем. Оно игралось крупнее, чем остальные тексты, как все один из следователей. Иногда даже цифры разрастались до таких размеров, что напоминали маркировку самолета. Вот вы видите обложку Джона Хартфельдек по имени Кошкина 150 миллионов. Его же обложка к сборнику рассказов в Оренбурге «13 трубок». Вот это разворот обложки кифристского футуриста Игоря Терентьева 41. Это не название книги, а всего просто название объединения, которое входит художник, который инициировал к снимке, но тем не менее оно не в выходных данных, а занимает целую страницу. Вот это Лисицкий, обложка Нигеринбурга «Повесть о шести легких концах» вот изнанная берлинским издательством «Геликон». Тоже Лисицкий уже по возвращении в Москву так оформил обложку одного из номеров журнала строительства Москвы. Цифра 5 падает на каким-то тискам, зажимает какой-то архитектурный чертеж будущего стадиона. Вот это тоже обложка журнала работы «Госта Бакултиса». Вот это такое пародийное отражение этой тенденции в детской книге. Владимир Лебедев под обложку. «Сказки три козла». Художник решил обойтись без слов, только цифрами и изображениями этих животных. Как известно, Лисицкий и Еренбург издавали в берлине журнал «Вещи», который ходил недолго, но определил очень серьезный вектор развития авангардного эскурса. Вещь действительно стала не любая, а рационально сделанная вещь, которая могла служить символом современности. Она стала своеобразным фетишем культуры 20-х годов. Очень часто она появлялась и на обложках. Вот здесь, слава Андреевича Теллингатора, книга архитектора Аркина «Искусство бытовой вещи». Вот как ни странно, отношение к вопросам быта было очень двойственным. Вот человек, который был очень озабочен бытовыми проблемами, обустройством своей частной жизни, он почти всегда третировался как нищинин, обыватель, не способный понять развеозный размах эпохи ее требований. Он имел все шансы стать персонажем карикатуры Георга Гросса или рассказа Зощенко. А вещи, которые створили собой нового быта, они наоборот всячески прославлялись и преподносились эффектно. Например, тоже работают Теллингаторы очень интересным. Мастер Морт из слесарных инструментов в технике. Фотограммы. Ну, особенно в детской книге вещи часто становились главными героями, как-то оттесняли людей на первых планах. Мишака и Ребедев. Вчера и сегодня идет соревнование двух типов вещей, морально устаревших и современных. Они символизируют собой два мира, а люди появляются только в эпизодах. Они не особенно нужны в этой ситуации. Сестры Чичаговой обложки книги. Что и из чего – это одна из множества производственных книг. Они просто описывались, показывались вещи, но очень подробно объяснялись, как и из чего они изготавливаются. Это очень широкое распространение. Ну, и одной из разновидностей трактовической обложки была обложка наборная. Но это не очень удачный кадр. В конце 20-х годов на страницах профессиональной прессы, особенно в журнале «Переграфическое производство» очень широко обсуждались достоинства и недостатки обложек, полностью смонтированных из типографского материала. И, разумеется, речь шла не о традиционных и известных еще в пушкинской эпохе обложках, в которых просто названия книги и фамилии автора окружались какой-то рамкой или вензелем, а о совершенно иначе эстетически переосмысленном использовании этого приема, и, в частности, о возможности создания фигуративных композиций из материалов наборной типографской кассы, из прямых и внутренних линеек, отдельных знаков прикинания и так далее. Ну, конечно, эти опыты опирались на открытие футуристической книги, на эксперименты пионеров конструктивизма. Такая обложка была очень броской, современной, острохарактерной. Одним из первых за изготовление таких композиций взялся Николай Васильевич Эльгин, работавший в Нижнем Новгороде в типографии «Нишку и граф». В частности, в лист, который вы видите, книжные знаки Ивана Павлова, он не с помощью, главным образом, линейк разной толщины и длины, по-разному расположенной плоскости, в каком смысле пародируются фактуры деревянной гравюры. Вот вслед за Ильгинем очень быстро освоили и полюбили эту технику многие московские типографы, прежде всего. Селенгастер, Средельников, Бутнов, Ёлкин. Их работы часто обсуждались и комментировались, воспроизводились на страницах журналах. Высказывались даже сторонники такого подхода к материалу. Даже высказывали мнение, что, идя таким путем, можно ли решить вопрос личной культуры наборщика акцидента и внешнего культурного оформления нашей книги. Впрочем, с этим были согласны далеко не все, но это тоже очень известная целенгатора, которая, кстати, очень понравилась самому Андрею Белому. Но у этого места находились и противники. Например, в Варшавске он признавал некоторые эстетические достоинства за работами такого рода. Но он все-таки считал такое увлечение типографской эксцентрикой чрезмерным и особенно неуместным. Он считал интервенцию в области наборов, в области сложного по композиции жанрового рисунка. Такую же позицию занимали некоторые полиграфисты. Они считали, что рядовому, даже опытному наборщику одному с такой работой справиться нельзя. А заказывать эскиз художнику и делать его по тем наборам нет смысла. Вопрос об экономической неретабельности подобных условий поднимался в ходе дискуссии. Очень часто. Вот здесь вы видите, таким эксцентричным способом создан даже очень трогательный образ ребенка. Брови, круглые сковки, голова очерчена. Круглыми линейками. Все состоит из каких-то знаков, которые используются не по своему прямому назначению, а становятся материалом для фигуративного фантазийного творчества. Отвечая оппонентам в ходе этой дискуссии, телегатор счел их довод недостойными серьезной полемики и обратился к своим соратникам с призывом. Залепите уши воском и работайте. Помните, что пока типографские материалы у вас под руками, пока вы успешно и упорно работаете, вас холостыми пулями слов не убить. Вот еще одна работа. То есть две обложки телегатора к роману того же автора. Интересно, что основная часть композиции остается неизменной, но меняется лицо главного героя. Главным, самым весомым аргументом в пользу конструктивистской наборной обложки был связан не с ее формальными особенностями, не с техническими и экономическими аспектами создания. он базировался скорее на довольно утопическом представлении. Считаю, что именно создание таких композиций прямо в наборном цехе это и есть то самое долгожданное производственное искусство, о котором все так много говорили, но которое резко проявлялось в чистом виде. Считаю, что в таком подходе к работе теоретики везде резкий пример подлинного слияния художественного творчества и технического труда и долгожданного пробуждения в пролетариях издательского дела инициативы и эстетического сознания. И с начинаниями такого рода связывали надежды на появление нового типа художественной книги одинаково, компетентного и в эстетических, и в технологических вопросах. В межполиграфии и московских типографиях, которые курировали интересные художники, теоретики видели прообразы предприятий будущего, где все без исключения обретут возможность творческого труда, и каждый наборщик станет художником. Ну, столь заманчивые практичные концепции, они, к сожалению, основывались на непонимании подлинных законов индустрии, которые оставляла наборщику все меньший простор для маневра, посадила его работать несколькими простейшими операциями, и не учитывался и быстрая и неизбежная эволюция традиционной техники и типографского ремесла. Так, ну еще одна очень важная тенденция конструктивистской книги от так называемой «книги для голоса», стремление графическими средствами передать особенности звучащего слова. Важно, что поэтики очень большое внимание удержали своим устным выступлением. В то время была распространена в деревнях практика громких ичиток. Один из книговедов писал, что несказанное слово — это только полслова, оно остается мертвым, пока не будет озвучено. «Человеческий голос». Так что эта концепция была подготовленная и востребована. Она выразилась даже по названию некоторых поэтических сборников. Вот знаменитая книга Лисицкого и Маяковский «Для голоса». Слово предоставляется Кирсанову, говорит Эрих Вайнерд, «Ну, отчасти мог быть использован опыт предшественников немецких дадаистов и русских футуристов. Вот вы видите развороты из книги Игоря Терентия 18 ерундовых орудий, где он очень вольно обращается с размерами и начертаниями буквы. Разные их минификации, но все-таки это… такой вариант вывердел слишком эпатажно и эксцентрично. Нужно было несколько иное решение. И вот, наверное, в наибольшей степени это удалось делать теленгатору. Вот вы видите развороты из детской книги и Эмер Берайт про съезд или слет пионеров-антифашистов, которые состоят в разных стран, которые состоятся в Берлине. Художнику удается очень четко интонировать печатные слова, декламировать его шрифтовыми средствами путем выделения цветом, и композиционным расположением на листе, размером строки. Тут наиболее важные. Дожидаются вертикальными строками. Вот это тоже теленгатор страницы из книги обложки, которые я показывал. Слово предсторожности «Кисанова». Это композиция, где из каллиграмма в духе Аполлимера, где фигура кантаходца выстраивается из коротких строк или вот знаменитая поэма Безыменского комсомолия, тоже оформленная теленгатором, где разные используются целый комплекс конструктивистских приемов и фотографии, и шрифтовые акцентировки, и рисунок набором, и смена цветов, и размеров букв. Вот все. Таким образом, действительно, становится понятной интонацией, с которой надо читать эти строки. Вот довольно четко выделяются. Главное, вот в книге Лосевского Маяковского «Для голоса» там еще нет никаких. Там это декларируется в названии, но нет попыток интонировать текст с шрифтовыми средствами. Вот еще более экзотичный способ по решению этой проблеме предлагал, предлагали поэты-конструктивисты, и, прежде всего, Алексей Николаевич Чечень, вот видите, его портрет работы Ройченко. Вот невероятная сложность его системы комплектации, при которой стихи приходилось не читать, а расшифровывать, смущало даже начальника заумного Алексея Крученых. В тексте буквы буквально отступают на второй план под напором разнообразных цифр, скобок, кавычек, рамок, апостер, стрелок, которые должны обозначить градации главного и второстепенного ударений в каждом слое, регламентировать отрывистости, долготу звука, фиксировать моменты повышения голоса и так далее. Но в действительности, конечно, такая интерпретация текста на самом деле не скорее мешала, чем помогала дипломата. вот эту проблему пробовал решить и немецкий поэт Курт Швиттерс, известный как автор многочисленных коллажей, прежде всего, его произведение ур-соната, звуковая соната, которая сам придавал огромное значение, считал, написана она была тоже, назову на языке, но автор считал ее произведением наполовину поэтическим, наполовину музыкальным и к тому же носился книг к своего рода научному исследованию. Он очень любил декламировать это стихи, говорят, делал это удивительно артистично, но он хотел увидеть его напечатанное на бумаге. хотя и понимал, как сложно будет это сделать. Очень хотел, чтобы потери были минимальными, чтобы печатный вариант отражал особенности устного исполнения и источенности нотной партитуры. Типичная дезодоризма случайность выбора тем и побуждений исходного фаматического материала, откровенная бессмысленность и бессвязность этих звукосочетаний должны быть равновешенны очень четкой структурой текста, жесткой группировкой строк, в общем. И сначала Швист хотел поручить, очень хотел, чтобы соната оформил Лисицкий, но тот под разными предлогами его увиливал от этого положения, видимо, оно не очень его извисовало и в конечном итоге оформил чихоль. по некоторым искажениям Швейцарса можно понять, что он остался не совсем доволен этим результатом. Представлял он несколько иным, но по-моему и то есть можно предположить, что и Эй чихольц не считал работать своей большой победой, потому что он никогда не упоминал о них своих текстах. На мой взгляд, более интересная попытка Махо и Надя представить в такой эксцентричной печатной четко структурированной форме кино сценарии о событиях, которые одновременно происходят в большом городе. Но, насколько я знаю, полностью он не осуществил планы остались только отдельные страницы. Отдельным изданием это не вышло, осталось только отдельные страницы. издательства и в России, и в Германии судьба книжно-оформительского искусства очень во многом зависит от личных и деловых качеств, от опыта и вкуса, от интуиции и эстетических пристрастий. Издательные Энтузиасты Энтузиасты у них были очень разные люди, и такие жесткие коммерсанты и подлинные подвижники искусств, которые готовы были вложить последние деньги в явно убыточный проект. И убежденные традиционалисты и приверженцы авангарда, и, соответственно, они использовали разные стратегии и разные места для работы. Но начать не хотелось бы с деятельности библиофильских издателей, которые ставили перед собой камерные задачи, выпускали, деньги для коллекционеров очень небольшими тиражами, делали неспешные, иногда годами шлифовали облик каждой страницы, но в такую бурзную эпоху 20-х годов, когда разглашался лозунг демократизации всей культуры, вот такие проекты казались многим современникам совершенно ненужным, неуместным снобизмом просто вредным чудачеством, анахронизмом в качестве примера такой под книги можно привести через лист, который вы видите это экология Виргилия с филографиями Аристины Майоли книга была подготовлена совместными усилиями в веймарской печатной мастерской кранах пресс и лиц издательства инстинферлак под патронажем лецената Гарри фон Кестнера затея с самого начала была связана с определенным риском, потому что известный французский скульптор, он никогда не выступал раньше был иллюстратором и не работал в технике деревянной гравюры но расчет издательный оказался удивительно точным гравюры очень блестящими но помимо этого был очень большой очень поиск материалов для из которых можно было изготовить специальную ручную бумагу на которой печатался тираж она изготавливалась из тряпья но далеко не любые тряпки можно было использовать вот тут интересно пишет вспоминает Абруас Валаршин поскольку майор заметил что бумага изготовлена из тряпок постированных флорированной воде в конце концов желтеет граф Кестлер тот же сам отправился на поиски рубашек которые носят крестьянки и добрался до самых отдаленных уголков Венгрии где хлор не употребляется и кроме того еще довольно долгий период подготовительный был отдан путешествию мецената и художника по Греции для изучения местного колорита и к работе был привлечен и замечательный английский художник Эрик Гилл который направил титульные листы и буквицы для печати специально был отлит шрифт по образцам 15 века но в общем заслуженно стал шедевром фармического искусства но ее подготовка заняла ровно 14 лет начали готовить в двенадцатом году а вышла в двадцать шестом но конечно вот это оттуда же страницу естественно рядовые фирмы не могли позволить длительных сроков работы и привлечения к одному малотиражному проекту такого количества первоклассных специалистов в аргументах противников такого элитарного признания порой была своя правда не каждый подобный проект оказывался успешным но нельзя сказать что в те годы существовало и взаимное протяжение разных полюсов книжной культуры между книгоизданием массовым и элитарным шел продуктивный обмен идеями и опытом не такие карликовые экспериментальные печатни которые пускали по одной книге за несколько лет были не только средством самоуслаждения пресыщенных эстетов несмотря на снобизм и излишний педантизм они играли в культуре очень важную роль послужили своего рода лабораториями в которых изготовлялись и эталонные образцы и выстраивались определенные иерархии и их открытие влияли на характер оформления массовые книги в гораздо большей степени чем это можно предположить потому что их опыт брали на вооружение довольно быстро вот это еще одно издание экранных пресс это Гамлетт с иллюстрациями известного английского режиссера Гордона Кредит тоже техник фотографии вот были и предприятия которые называются пресс печатни вот такие библиотельские они несколько другого плана они шли от движение которое было основано еще на рубеже веков Ильямом Моррисом они не старались избегать работать с современным оборудованием не только и технологию работы печатников эпохи возрождения на ручных станках и как правило не руководителем а часто и владельцем такой печатник был какой-то крупный художник шрифта и он определял и выбор книг и характер оформления и почти всегда использовались только и только его шрифт и важно что для каждой книги сообразно свой характер разрабатывался отдельный рисунок шрифта но многие из них оказывались очень популярны использовались другие это инициалы работы каллиграфа Анны Сименсной были в Германии и другие издательства которые главную роль играл художник подобное издательство ливра ливра артиста во франции вот книга о дадаизме издель издательства издательства entendu издательства каталог издательства в германии дадим с этим читал и читал например и такое антибуржуазное буржуазное, прокоммунистическое издательство «Малик Ферлак», где представился как издатель для рабочего класса, в котором печатались сатирические альбомы Георга Гросса, и многие композиции из цикла «Сей человек». Очень многие обложки оформлял Джон Хартфельд. Вот из этих несколько беспорядочных примеров, все-таки, я думаю, можно... Ну, а наших издательств, наверное, в основном знаете сами, я уже... Нет, ты скажешь, ну, наверное, отсутствие вот таких библиофильских издательств там, конечно, были, но они по сравнению с западными были очень ограничены и в средствах, и в возможностях очень жестко контролировались государством, поэтому смогли сделать гораздо меньше, чем могли бы при других обстоятельствах. Ну, вот я, как и говорил, коснулся только небольшой части аспектов заявленной темы, но думаю, что из этих примеров понятно, насколько полнотворным был обмен идеи между художными книгами двух стран, и насколько интересна была эпоха 20-х годов. Спасибо. Друзья мои, да, у нас есть как минимум один вопрос на данный момент, и это следующий вопрос. Мне довелось работать с одной книгой, изданной в Смоленске в 1923 году. Это монография об экспрессионизме. Обложку для нее делал Василий Кандинский. Можете ли Вы что-то рассказать о книжных работах Кандинского? Был ли это случайный проект, или он системно занимался книжной графикой? Про эту книгу я, к сожалению, изданную в Смоленске. В Смоленске в 1923 году. Про эту книгу я ничего не знаю. Книжный графикой он занимался, но очень немного. Есть довольно широко известный его цикл. Кленге, звуки, в котором нашли отражение. И в стихах, и в деревянных гравюрах. И мотивы его раннего творчества такие. Полусимболистские, но с постепенным переходом к абстрактному избу. Мне кажется, наиболее интересная, правда, это не совсем книга, это папка, гравюры-литографии, изданная в Паук-Анзе, «Малые миры». Абстрактные композиции очень разные по своей структуре. Каждая из них действительно изображает не просто какую-то комбинацию фигур, геометрических фигур, розчерков, биоморфных каких-то структур, но и из них складывается целый мир, но он очень хрупок и может при наличном движении трансформироваться и принять совсем другую форму. Мне кажется, вот это наиболее интересный графический цифр. Спасибо. Друзья, я вас призываю задавать вопросы. Пока прочитаю комментарии, которые поступили в течение лекции. Комментарий первый. Очень верно, точно подмечено, что книга стала одной из форм реализации творческих замыслов. Этот момент ведь потом сквозь весь XX век пройдет. Бумажная архитектура, альбомы Виктора Павоварова. И второй комментарий. И очень верно подмечено про цифры. Статистика и информация как идеология факта. Это были комментарии. И следующий вопрос, Дмитрий Владимирович, задаю. Спасибо огромное. Очень интересно. Скажите, как вам удалось собрать такой уникальный архив? Когда и как вы увлеклись обложкой книги? Нет, но архивной коллекции у меня нет. В каком смысле архив нет. Увлекший еще в детстве, наверное, как-то. Интересовался художниками, которые оформили детские книги. И потом как-то увлечений не проходило. Занимался в 80-е годы в Народном университете искусственной книги, где читали лекции такие ведущие специалисты, как Юрий Александрович Молох, Вадим Вадимович Назурский, Юрий Яковлевич Герчук. Еще это у меня очень сильно повлияло. Ну и в ходе основной работы, я всю жизнь работаю в Ленинской библиотеке, но там удается, конечно, очень знакомиться с какими-то неизвестными мне прежде книгами. Ну, в основном как-то занимался этим, когда я писал диссертацию и потом монографию, которая вышла в 15-м году. Искусство книги в контексте культуры, да, все это было. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос просит подсказать, как найти более подробную информацию о обучении его в Хутемасе. Ну вот об этом будет одна из последних лекций. Вот сейчас вышел прекрасный двухтонний патрионарцепис Чертков. Я знаю, его готовил там. Собраны очень ценные и редкие сведения о студентах и продавателях именно графического факультета Хутемасы. Фундаментальный труд, очень прекрасно изданный и очень основательно составленный, так прежде всего. Ну и еще вот в мемуарной литературе о Фаворском там очень много. Еще, конечно, вот двухтонные исследования Хана Магомедова, Хутемас, который выходил в 90-е годы. Спасибо. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о книгах Соломона Теленгатора московского периода. Ну их я уже довольно много приводил. Три премьера Костема, да? Московский период. Очень долгий был он после переезда из Баку практически до конца жизни. Жил в Баку. По-моему, он, по-моему, очень интересно эволюционировал. Потом он очень обиделся на то, то, что Чихольд отрекся от своих иделов, которые произошел в новой типографии, даже называл его ренегатом. Сам Николаевич никогда не отрекался от своих ранних работ. Но, конечно, он в конце жизни гораздо шире смотрел на вопросы в Армении. Он очень увлекся. Старая книжка культуры... У нас в Ленинской библиотеке он внимательно изучал какие-то азбуковники 18 века и даже хотел переиздать один из них. То есть, конечно, он годами избавился от юношеского максимализма, но все равно работа очень интересная и яркая. Спасибо. Следующий вопрос. Есть ли коллекция книг, изданных в Германии, в Российской государственной библиотеке? Как отдельная коллекция, точно нет. Отдельные книги, безусловно, есть, но насколько полно там представлены, мне трудно сказать. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Что вы скажете о современной обложке книги? Ну, знаете, очень разные. По-моему, взрослая, она очень любопытная и профессиональная, а в детской книге там царит какой-то чудовищный кич, который никак не уйдет с времен. В 90-е годы. Ну, конечно, есть исключения, есть очень интересные художники, не такие, как Олейников, многие другие, но именно обложку издателя и переплет обычно норовят, не советуясь художникам оформить по своему вкусу, бухать туда как можно больше золота, серебра и сделать что-то в духе Диснея. В общем, Ниха Георгиевна Гольф даже мне рассказывала, что когда выходили книги в таких ужасных обложках, она просто заклеивала их с ракофиями своих рисунков, потому что я могу дарить безобразие и только в таком виде могу дарить. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о своей книге по искусству, книги Германии и России. Ну, я не знаю, что можно сказать. Я очень долго писал, там больше 10 лет. Она вышла, вот вы издатель «Поисков Дон» и, насколько я знаю, сейчас еще продается там его, скажем, в РГБ в первом и третьем подъезде. Интересно. Хорошо. Следующий вопрос. Что вы пожелаете молодым книжным дизайнерам? На что обращать внимание сейчас? Ну, очень интересный вопрос. Я, конечно, хотя это не... Понятно, я с интересом и слежу за... И в том числе и за молодыми дизайнерами. Ну, как-то впечатление от выставок, от современных выставок, там и дизайны, и иллюстрации, какое двойственное. Что очень высокий и средний уровень, но нет каких-то очень ярких открытий. Нет, как вот звонит, как Истушенко говорил, про мальфайцев, вот они не умеют вот прийти, стукнуть кулаком по уставку. Вот мне тоже этого не хватает. Хорошо. Следующий вопрос. Можно ли говорить о влиянии дед Гиза на международный процесс становления книги на русских художников-иммигрантов? Я думаю, что да. Не только на русских книгах. Да, детская книга очень большое влияние. Не только детки, но и «Разуга», и другие издательства. Так, Дмитрий Владимирович, насколько я вижу, что больше пока на этот момент у нас вопросов нет, время у нас пока еще есть. Поэтому, если вы хотите, мы можем, вы можете рассказать о чем-то еще, можем немножко подождать вопросов, или, если мы считаем, что тему исчерпали, можем тогда закончить, как-то плавно завершить уже нашу сегодняшнюю беседу. Что скажете? Да, наверное, лучше завершить. А вот тут просят, пожалуйста, про детскую книгу еще. Что-то, может быть, поподробнее расскажете? Знаете, это такая огромная тема, за несколько минут трудно. Значит, лучше отдельную лекцию. Хорошо, договорились. Договорились. Спасибо вам огромное. Спасибо за время. Спасибо за то, что выбрались, приехали. Я знаю, что это было не так просто. Вы специально приехали для того, чтобы принять участие в этой трансляции сейчас. И разговариваете с нами из мастерских Государственной Третьяковской галереи. Спасибо вам огромное. И вам спасибо за внимание и всем устроителям этой лекции. Да, спасибо за ваш труд, вот пишут здесь зрители. Спасибо огромное и за сегодняшний вечер, за лекцию. Спасибо, всего самого доброго. Вам тоже. Счастливо. До свидания. Спасибо за внимание.